На днях Ольга Рапунцель намерена отправиться в суд, чтобы оформить развод с супругом. Девушка решительно настроена порвать отношения с этим молодым человеком, несмотря на то, что когда-то его любила. Оля уверяет, что действительно испытывала к Диме чувства, однако его хамское поведение и издевательство поставили точку в их отношениях. По словам нашей героини, она могла выйти замуж за обеспеченного мужчину и родить от него ребенка, однако предпочла искреннюю любовь, которая теперь приносит ей только разочарование. Кстати, пока Рапунцель обживается на поляне, Дмитренко вынужден устраивать свою жизнь за периметром, однако теперь без жены и в компании Дмитрия Лукина, у которого временно поселился. Глядя на свежее фото Дмитренко, его становится искренне жаль, даже больше, чем беременную Ольгу. По крайней мере, по фото нетрудно догадаться, что предприимчивая Рапунцель вместе с матерью обобрали Диму до нитки, а из их съемной квартиры все вещи, в том числе и те, которые принадлежали Дмитренко, перекочевали на поляну. Иначе как объяснить тот факт, что в холодное время года молодой человек вынужден ходить в тоненькой курточке и летних макосинах, рискуя при этом заболеть? В последнее время Мария Кахно снова оказалась в центре внимания зрителей. Девушка продолжает рушить отношения своих подруг, ведь ничем другим заниматься не может. Несмотря на то, что Маша в некоторых моментах действительно перегибает палку, она все равно остается девушкой, за которую пока некому заступиться. Судя по анонсу на 5 октября, терпение Алексея Купина лопнуло, и парень высказал все, что думает о Кахно. Леша не скупился на выражения и старательно унижал подругу Майи на лобном месте. Стоит отметить, что Донцова встала на сторону Алексея и попыталась закрыть Маши рот. Вот только Кахно имеет свою позицию на этот счет и не намерена терпеть унижения со стороны парней. Марина Тристановна сообщила новость о том, что уже вернулась на проект, чтобы помогать нянчить ночку. Несмотря на то, что женщину вернули в Валера Блюменкранс до сих пор надеется на то, что в ближайшее время она уйдет. Молодой человек старается не идти на прямые конфликты с тещей, однако явно показывает свое недовольство. Блюменкранс считает, что будет намного лучше, если место Марины Тристановны займет его мама, которая будет приносить намного меньше неудобств. Сегодня в социальной сети появилось интервью от бывшей участницы Александры Артемовой. По словам девушки, за неделю до возвращения Валеры Блюменкранса на проект, она видела его в караоке-клубе. Саша призналась, что Блюменкранс был сильно пьян и продолжил тусоваться уже в другом месте. Артемова пыталась убедить молодого отца ехать домой к семье, однако он только отмахнулся. Судя по всему, Валера не завязался алкоголем, и зрителям Дом-2 предстоит увидеть еще множество разборок между супругами на эту тему. Между Лилией Четрару и Дмитрием Талыбовым возникла химия. Друзья Димы предостерегают парня, ведь Лиля может его использовать, чтобы отомстить Сергею Захарьяшу и советует не слишком увлекаться молдаванкой. Бывшая участница Анастасия Лисова не так давно стала женой, а в скором времени станет мамой. Поздравляем, надеемся, не придет на проект «Просить убежище». Несколько дней назад стало известно о том, что на Ольгу Бузову совершено нападение. Девушка выступала в одном из ночных заведений Дубая, где с ней случилась неприятная ситуация. Незнакомец выскочил на сцену и попытался отобрать у певицы микрофон. Благо, охрана и подтанцовка вовремя тянули бунтаря. Спустя некоторое время Оля дала интервью, в котором рассказала свои мысли на этот счет. По словам телеведущей, вполне вероятно, это был заказ недоброжелателя. Бузова до сих пор находится в шоке и не понимает, как вообще такое могло произойти. Стоит отметить, что с ростом популярности Ольги у нее появляется все больше критиков, которые, судя по всему, больше не в силах сдерживать свои эмоции. На сегодня это все новости Дома-2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.